Приветствую всех любителей новостей! Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира Казанского федерального. Меня зовут Салихов Адель, ты смотришь Универ Ньюс. КФУ завоевал Грам-при студенческой весны Республики Татарстан-2018. Для университетских лицеистов состоялся урок футбола. В КФУ установили новый бюст. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ректората. Повестка дня включила в себя подробности подготовки к приемной кампании 2018 года. Также темой повестки стала позиция КФУ в рейтинге Times Higher Education, самые интернациональные университеты мира. Эти и многие другие подробности прошедшего заседания мы расскажем в нашем следующем выпуске. А сейчас продолжаем. Человек, изменивший не только курс, но и будущее нескольких поколений жителей Египта, до сих пор вдохновляет многих политиков своими идеями. Образ Гамаля Абдерна Сера, человека весьма противоречивого, по-прежнему почитается. Памятник бюст столь известной личности уже установлен во многих городах мира. И Казань не стала исключением. 14 мая Институт международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета посетила делегация посольства Арабской республики Египет. Прибыв в университет, гости вуза поближе познакомились с историей старейшего вуза России. Особое внимание было уделено работе Центра исламика, созданного на базе Казанского федерального университета. Далее, в присутствии заинтересованных студентов, делегация приняла участие в официальном открытии памятника бюста второго президента Египта Гамаля Абдель Насера, приуроченного к столетию сотня его рождения. Важно подчеркнуть, что памятник второму президенту Египта во всем Татарстане является пока еще единственным экземпляром. Место локации уникального объекта было выбрано в фойе Института международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Установлены эти памятники в Петербурге, в Центральной народной библиотеке в Москве, а сегодня здесь и послезавтра, 16 мая, под открытым небом в Университете дружбы международов в Москве. Почетным гостем мероприятия стал внук второго президента Египта. Пообщавшись с ним, нам удалось выяснить, насколько важно для делегации Арабской Республики Египет открыть данный объект на площадке КФУ. Этот день очень значим для меня, поскольку сегодняшнему студенчеству необходимо знать, кем был Гамаль Абдельнасер. Его мысли всегда были тесно связаны с образованием, его развитием. Визит завершился экскурсией в Геологический музей Казанского федерального университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Чемпионат мира по футболу начнется ровно через месяц. Пришло время узнать, что мы знаем о будущих соревнованиях. Какой стадион расположен на месте влияния Аки и Волки? Что такое Telstar 2018? Как расшифровывается FIFA? Ответы на эти вопросы искал Олег Кашин. Ровно через месяц в России начнется самое важное футбольное событие – мировой чемпионат FIFA. 32 команды, 64 матча, 6 из которых пройдут в Казани. Ну а пока не прозвучал первый свисток, в IT-лицее Казанского федерального университета состоялся футбольный урок. Во всех 11 городах-организаторах пройдет футбольный урок. В рамках футбольного урока аудитории будет предложено ознакомиться с историей чемпионата, с историей FIFA. Футбольный урок прошел во всех 11 городах-организаторах, где пройдут матчи. Ребятам рассказали интересные факты из истории ассоциации FIFA, а после провели викторину по вопросам подготовки России к чемпионату мира по футболу, где каждый получил свой приз. А часть из этих ребят уже записались волонтеры. Я, например, задействован около территории Казани-арены. И там я буду уже гостей провожать на место, где проверяют билеты. Мяч, которым будут играть чемпионат мира 2018, называется Телстар. Его расцветка отсылает к 1970 году, когда была проведена первая телевизионная трансляция футбольного матча. Цвет мяч получил не случайно, ведь тогда телевидение было черно-белым. Теперь Телстар 2018 будет храниться в IT-лицее Казанского университета. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. 11-й учебный год по программе «Университет третьего возраста» завершил свою работу. Самыми яркими моментами церемонии «Закрытие» поделится Диана Паскарь. 14 мая в Большом концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялась торжественная церемония завершения 11-го учебного года по программе «Университет третьего возраста». Сотни слушателей этой программы посетили концертный зал «Уникса», чтобы поздравить друг друга с окончанием очередного учебного года. Проект «Университет третьего возраста» основан в 2007 году в рамках развития социального обслуживания пенсионеров и является дополнительным общеразвивающим обучением. Завершая учебный год, я считаю, что он удался в этом году очень даже, потому что мы получили новые какие-то знания, новые впечатления, новые эмоции, новые силы. Отличительной чертой программы в этом году было обучение слушателей финансовой грамотности и английскому языку. В этом году поступила на английский факультет. Я рада от души, я так мечтала выучиться английскому языку. Как и положено, по завершению программы все слушатели получают сертификаты об окончании обучения. Диана Паскарь, Ленардов-Литьяров, Универ-Ньюс. Прошедшая республиканская студенческая весна в очередной раз стала символом объединения талантливых студентов со всех регионов страны. На этот раз Казань приняла у себя участников из других городов республики. Подробности далее. 11 мая в концертном зале Уникса прошел гала-концерт студенческой весны Республики Татарстан-2018. Этот фестиваль стал символом объединения талантливых студентов. С каждым годом студенческая весна набирает все большую популярность и собирает у себя гостей со всей республики. У нас была Казанская студвесна, это программа вузов, это Альметьевская зона, где все ближайшие города к Альметьевску съезжались для отборочных этапов в республиканскую весну. И Закамская зона, в Челнах, Нижникамске, Лабуга тоже собирались для того, чтобы лучшие номера посмотреть и лучшие из лучших отправить уже в Казань. Фестиваль открыли яркой хореографической постановкой, которая рассказывает нам о неком народе, кульбарце, о их укладе жизни, трудностях, а также о смелом кульбарце Тумулевале, который благодаря своей храбрости смог спасти свой народ. Республика Татарстан решила чем-то зацепить, поэтому придумали собственную историю про собственный народ. Поэтому, наверное, мы надеемся, что у нас получилось довольно-таки классно и круто, и что на России нас оценят. Именно с этой масштабной постановкой более ста делегатов Татарстана поедут на российскую студенческую весну, которая проходит в Ставрополе с 14 по 20 мая. Во второй части концерта зрители увидели лучшие номера вузов республики. Из 12 концертных номеров 9 были от Казанского федерального. Это очень волнительно, постоянно, ну, очень долго готовились к этому, шли, и надеюсь, мы займем хорошие места. По итогам вечера КФУ взял гран-при в музыкальном, танцевальном и интеллектуальном направлениях. В номинации «Общая программа вузов» университет стал лауреатом первой степени. Интригой и кульминацией вечера стало награждение гран-при вуза в направлении «Общий зачет». Победителем в очередной раз стал Казанский федеральный университет. И в этом году обладателем гран-при в общем зачете становится Казанский Приволжский федеральный университет. Второй год подряд, если я не ошибаюсь, гран-при в общем зачете КФУ. Наш телеканал «Универт ТВ» вел прямую трансляцию студенческой весны Республики Татарстан. Запись эфира вы можете посмотреть в наших социальных сетях. Актеры детского театра КФУ «Радуга» выступили со спектаклем в Казанском Кремле. Юные актеры представили литературно-музыкальный спектакль «Мы – патриоты своего отечества». Подробности далее. В музее-мембериале Великой Отечественной войны Национального Музея Республики Татарстан прошло торжественное награждение победителей Республиканского детского гражданско-патриотического конкурса исследовательских работ «Моя семья и наша победа», в рамках которого состоялось выступление детского театра КФУ «Радуга», который был создан в сентябре прошлого года. Это спектакль о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа в годы Великой войны и также о подвиге преподавателей Казанского университета, которые пошли добровольцами на фронт. Мы готовились хорошо. Лера Ахтемовна подготавливала нас к спектаклю. Во время своего выступления дети держали в руках фотографии великих деятелей науки и преподавателей Казанского университета, которые сражались за нашу родину. Все артисты и студенты-волонтеры Института психологии и образования КФУ были награждены благодарственными письмами руководителя «Татар-мульфильма». Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюз. На этом все. Скоро увидимся. Пока-пока.